MacBook Air M2 очень разочаровывает. Первые владельцы уже получили его, и я вам скажу Apple. Что ж ты делаешь? Давайте объясню. Примерно месяц назад вышел MacBook Pro 13 с чипом M2, и Вадим и Макс с канала MaxTech сделали кучу видео и обзоров про скорость SSD в базовой конфигурации на 256 гигабайт. А там только один SSD контроллер или нан-чип, и поэтому скорость SSD практически в два раза медленнее, чем даже в M1 MacBook Air, которому на секундочку почти два года. И угадайте что? В базовом M2 Air точно такая же проблема. И вы спросите, а это что, действительно важно? Важно, потому что 8 гигабайт объединенной памяти, из которых 4 или 5 занимает сама macOS, быстро сожрет память, и система будет полагаться уже на SSD. И использовать ее уже как оперативную память, и это называется SWAP. Если у вас быстрый SSD, то в производительности вы не сильно потеряете, а вот если он медленный, то вы можете получить в два раза более долгий экспорт. Если вы работаете в режиме многозадачности, допустим, у вас Chrome открыт с 10 вкладками, и еще одно какое-нибудь приложение, помимо, скажем, Final Cutа. И да, я это имею в виду, M2 в два раза медленнее может быть, чем M1 в таком сценарии, если вы используете базовые модели на 256 гигов SSD. То есть, если вы планируете многозадачность, а это больше одного приложения за раз, как говорится, ну, 95% людей, наверное, так и работают. То есть, пока, допустим, рендерится видеофайл, вы сидите в браузере, правильно? Не сидите же и не ждете, пока он закончится. И если вы хотите полностью раскрыть потенциал чипа M2, то вам придется брать хотя бы на 512 гигов модель. И если честно, у Apple не может быть оправдания, почему они ставят такие медленные SSD в 2022 году в свои компьютеры. Особенно учитывая, что это бы стоило им всего на пару-тройку долларов дороже. Если хотите более детально узнать про эту проблему, то можете посмотреть несколько более углубленных роликов на канале MaxTech. Ребята сделали отличную работу и ссылку оставлю в описании. Так что получается, M2 Air сейчас уже в минималке стоит 1400 долларов. Еще раз, не рекомендую ни при каких обстоятельствах брать базовую модель на 256, 512 обязательно. А вот M1 MacBook Air можно найти и за 850, и за 900 долларов новый, и это огромная разница в цене. И я не думаю, что вот эти 10-15% прироста по производительности и новый дизайн стоят действительно в полтора раза больше за M2 Air. Кстати говоря, производительности до M2 Air побыстрее, особенно в синтетических бенчмарках и особенно с точки зрения GPU, но при этом у нас ничего революционного. Это не идет ни в какое сравнение с тем, когда я сравнивал MacBook Pro на Intel с Apple Silicon. Вот там была разница. Ну а между M1 и M2 разницу вы вряд ли заметите в реальном мире в таких естественных условиях использования. Я даже не говорю о том, что M2 это более горячий чип и он быстрее перегревается и троттлит. Так что если у вас уже есть M1 MacBook Air, то точно не стоит апгрейдиться на M2. Ну а если вы все-таки готовы потратить 14 сотен долларов на M2, то я рекомендую уже посмотреть на M1 Pro 14 дюймов MacBook Pro, потому что по скидке его можно найти где-то за 1850 долларов новый. И у меня есть целый ролик про то, насколько это более эффективная и правильная и выгодная покупка. Ссылочку оставлю в описании. И наконец цвета. Starlight выглядит ну нормально, ничего особенного. И у нас есть супер расхайпенный распиаренный Midnight, который выглядит просто чума как круто, когда вы его не трогаете. Но после того, как вы его взяли и потрогали, везде остаются ляпки жирные от пальцев. В общем придется каждые полчаса его протирать тряпочкой. Думаю это не лучший вариант, поэтому видимо придется как обычно брать серебряный и не париться. Единственное, что меня реально порадовало, это кабели MagSafe, которые совпадают с цветом у корпуса самого MacBook. Вот это прикольно. В завершении скажу, что для большинства пользователей M2 MacBook Air даже в базовой модели будет вполне нормальным компьютером. Даже учитывая почти в два раза более медленный SSD. Потому что большинство используют MacBook Air как машинку для печатания, чтобы в интернете полазить, легкие документы поделать. Ну и небольшую работу там в каких-нибудь тех же монтажках, но ничего супер сложного. Но как это блин вообще возможно, что Apple позволяет себе ставить такие медленные SSD, еще и медленнее, чем в двухгодичной давности компьютерах, в 2022 году, да еще и в компе, который скорее всего будет продаваться как горячие пирожки и будет номером один в мире по продажам. Стив Джобс, мы все проебали. Я, кстати, знаю лично многих монтажеров и фотографов, которые работают с M1 Air в базовой конфигурации. Вот они удивятся, когда узнают, что M2 может быть почти в два раза медленнее, чем M1 при их обычном использовании. Это одно-два приложения, скажем, Photoshop, Lightroom и парочка вкладок в Safari или в Chrome. Еще раз, это только в случае покупки базового M2 Air на 256 гигов. M2 Air это какой-то странный аппарат для меня. У меня очень смешанные чувства. И я все больше и больше склоняюсь к тому, что базовый M1 Air это гораздо более интересная машина за свои деньги, учитывая огромную разницу в стоимости. И, пожалуй, дам такой прогноз. Несмотря на новый дизайн, новые фишки и все такое, M1 Air все еще будет продаваться лучше, чем M2 Air. Вот посмотрим. Ну а что вы думаете про новый M2 Air и про политику Apple касательно SSD в базовых моделях? Поделитесь своими мыслями в комментариях к видео. Если вам понравился данный ролик, смело жмите лайк, подписку и колокольчик. Я это очень ценю. И увидимся в следующем ролике, друзья. Пока. Берегите себя. Пока.